Саламастар Макурметто от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я начинаю свой прямой эфир и прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня я хотел бы обсудить итоги акций памяти 16 декабря, ответить на вопросы, состоялась ли акция, каких мы целей достигли, в чем особенность сегодняшних состоявшихся акций и изложить свою позицию о изменении самосознания в обществе. В общем, хотел бы обменяться с вами своими впечатлениями о вчерашней акции. Я думаю, что многие из вас уже достаточно хорошее представление получили о вчерашнем дне. Сегодня ленты в Фейсбуке продолжают пестрелить информациям, и что полиция продолжает приглашать людей, задерживает, приглашает, чтобы они давали разъяснительные всякие, подписывали записки, давали всякие объяснения, признавались о том, что они не имеют никакого отношения к ДВК. и, собственно, оказывалось давление на разных людей, заполняли люди различные анкеты, которые они должны были заполнять так, чтобы показывать лояльность власти. Одно это говорит о том, что в нашем режиме сейчас существует огромный страх. Как вы понимаете, но если бы мы были слабыми, если бы мы, как организация, ничего из себя не представляли, то нас бы и не боялись бы. И вся эта репрессивная машина по всей стране не разворачивалась бы для того, чтобы бороться с нашими сторонниками. Не появлялись бы ни броневики, ни КАМАЗы со спецназом. Милиция, полиция, или как их сейчас называют, Комитет национальной безопасности, прокуратура и все прочие не преследовали бы наших гражданских активистов, не оказывали бы давление на граждан страны, не трясли бы их телефоны, пытаясь понять, чем занимается тот или иной человек. Вы знаете, что от испуга Шал развернул большую кампанию. Кампанию по преследованию и подавлению. Если бы эта власть была сильная, если бы власть понимала, что она действует правильно и справедливо, если бы она верила, что граждане страны ее поддерживают, то разве бы вы видели такой испуг? Разве бы вы увидели то, что происходило на улице Казахстана, когда центральные площади и места предполагаемых акций были заполнены полицией буквально через каждые несколько метров. И вы должны понимать, что страх сам по себе просто так не бывает. Нынешний режим имеет различных политологов, аналитиков, которые анализируют обстановку в стране. Безусловно, спецслужбы тоже снимают информацию всех регионов Казахстана и тоже пишут доклады Назарбаеву. Это же происходит по линии прокуратуры, полиции, по всем сетям, в том числе и акиматов областей, районов и различных городов. Я эту практику знаю, и, конечно, они в своих выступлениях, в частности, Назарбаев, все время рассказывают, что его весь народ поддерживает, что он такой замечательный, что он первый в стране, что эту страну Казахстан построил он сам с нуля, что не было на карте мира такой страны, как Казахстан. Одним словом, дальше он еще говорит, что казахи никогда не жили так хорошо. Вы все его речи знаете. Но если бы все это было так, то он действительно бы имел массовую поддержку, и он не боялся бы за свой режим, не боялся, чтобы народ сметет его, не боялся бы нас, политического движения, демократические выборы Казахстана, которые даже не зарегистрированы в Казахстане. Более того, мы не зарегистрированы, и демократический выбор Казахстана, вы слушаете слово, демократический выбор, признанный экстремистским, не зарегистрированы в Казахстане организации, который выдвигает свои программы экономические и политические, и более ничего, то есть не предлагает захват власти. Мы говорим о мирной смене власти. Мы критикуем этот режим очень тщательно, подготовлено, с аргументами. И режим Назарбаева объявляет демократический выбор Казахстана экстремистской организации. О чем это говорит? Это говорит о том, что у этого режима и лично Назарбаева гигантский, огромный страх перед демократическим выбором Казахстана. А почему он так сильно боится организацию, которая не зарегистрирована в Казахстане, которая реально работает только в социальных сетях, выпускает разные ролики, действует через Телеграм, Ютуб и другие социальные сети? Почему он боится организацию, которая не имеет ни армии, ни средств, ни вооружения, ничего? Почему он так сильно ее боится? Задумайтесь. А все очень просто, потому что он знает сам лично, что это режим воровской, что он мафиози. И что все они преступники, что все эти законы, которые они написали, они не работают. Они живут в особой сфере, нарушая даже ту конституцию, которую он же и принял. То есть Назарбаев прекрасно понимает о природе преступного режима. Все он прекрасно понимает и, понятно, боится. Он страшно боится именно 16 декабря. Почему он боится 16 декабря? Каждый год силы правопорядка приводятся в повышенную боеготовность. Почему? Потому что он знает, что 16 декабря 1986 года он участвовал и соучаствовал в преступлениях против своего народа. Подавлял мирные акции гражданского населения. И прекрасно знает, что люди подвергались репрессиям, попали в тюрьмы, их пытали. Многие погибли. И эта информация сейчас является закрытой. Почему закрытой? Потому что он участвовал в этих преступлениях. Поэтому он боится этот день как огня 16 декабря. Поэтому он его озвучил как день независимости, пытаясь таким образом откупиться от народа. И пытался сделать героями те, кого он сам лично преследовал. Здесь правильно говорят, что за 20 лет так называемой независимости, 16 декабря, все центральные площади охраняются от кого? От мирных граждан. От мирных граждан почему, если это государственный праздник? Это просто говорит о том, что Назарбаев получил власть и получил независимость от народа. То есть не народ должен праздновать свою независимость, а именно Назарбаев празднует свою независимость от народа. И именно в этом году, 16 декабря, я вижу, что наступило массовое прозрение, когда люди просто говорят, 16 декабря не является днем независимости. 16 декабря это черный день в нашем календаре, 16 декабря 1986 года и 16 декабря 2011 года у нас пострадали десятки людей, пострадали от власти и пострадали в первую очередь от Мурсултана Назарбаева. Именно поэтому он панически боится 16 декабря, потому что это ясно, это осознает. И именно поэтому все площади, на которых предполагались проведение тех или иных акций демократического выбора Казахстана, были заблокированы полицией. Именно поэтому 16 декабря происходит усиление всех наших полицейских служб, потому что он боится, что 16 декабря народ спросит с него за все преступления, которые он совершил, находясь у власти. И теперь я уверен, что наш народ воспринимает 16 декабря не как день независимости, а как день памяти, день скорби по погибшим и по зародавшим в 1986 году и в 2011 году. Обратите внимание, что в сознании людей произошел коренной перелом. На площади страны появились новые люди. Не только те, кто совсем недавно участвовал в акциях демократического выбора Казахстана. 21-22 марта, 4 апреля, 21-22 апреля, 10 мая, на митингах 23 июня и 6 июля. Нет, кроме тех старых наших сторонников пришли новые люди. И они пришли, чтобы проявить свою политическую независимость, показать режиму, что они обладают правами и готовы за свои права бороться. Вы посмотрите на видео, на видео, как там выступают простые люди. И поэтому вы поймете и получите подтверждение, что ситуация сейчас кардинально начала меняться. Обратите внимание, какое количество людей выходило в прямых эфирах. Огромное количество людей выходили на прямые репортажи на Инстаграм, на Фейсбук, на Ютуб. Очень много постов, которые осуждали действующую власть и призывали именно отметить этот день, как день памяти. Мы, штаб демократического выбора Казахстана, получив от вас поддержку, обозначили места, где будут проходить акции. Именно не митинги, именно акции. Акции 16 декабря. Мы назначили время 11 часов. И обратите внимание, что именно в 11 часов, несмотря на то, что все подходы к площадям были плотно окружены полицейскими и так называемым СОБРом, большое количество людей прорвалось к монументам славы, сумели возложить цветы, организоваться и выступить среди единомышленников. В некоторых городах акции реально превратились в митинги, хотя мы призывали провести просто акции. Полицейские, которые ограничивали людей, не пропускали, вызывали гнев и возмущение. Они подобрели эмоции у народа своими неправомерными действиями и в итоге акции перешли в митинги на площади Валматы. Записи вы можете увидеть в интернете. И вы знаете, что огромное количество полицейского корпуса было задействовано на то, чтобы предотвратить выход людей на эти акции. Я накануне выступал по YouTube, давал интервью и удивлялся, что 9 мая, который не является таким праздником, как День независимости, власти допустили и инициировали, чтобы десятки тысяч людей выходили на улицы, где вспоминали своих дедов, прадедов и так далее, которые погибли во Вторую мировую войну. И только в Алма-Ате вышло 120 тысяч человек. Только в Алма-Ате. А 16 декабря власть повсеместно препятствовала, преследовала людей. Более того, задерживали очень многих людей, которые даже не шли на площади, гуляли. И полиция наскакивала на них, захватывала их и вывозила в полицию, обвиняя их в том, что они поддерживают демократический выбор Казахстана. В интернете очень много информации о том, что тех людей, которых вывозили в полицию, заставляли показать свои телефоны, показывать переписку, доказывать, что они не являются участниками чата, активисты ДВК, что они не являются сторонниками ДВК. Их принуждали заполнять анкеты, в которых они должны были заявлять, что к ДВК не имеет никакого отношения. То есть вы видите, да, страх режима был просто огромный. Именно к 16 декабря мобилизованы были все полицейские силы, чтобы не отмечать государственный праздник независимости, а именно бороться с предполагаемым ДВК, которое они запретили. Полицейские в анкетах задавали вопрос, состоите ли вы в ДВК, читаете ли чаты ДВК, поддерживает ДВК или нет. Вы понимаете, что любой человек, который даже не знает, что такое демократический выбор Казахстана, он после этого случая пойдет и изучит ситуацию, зайдет в наш чат, будет читать наши программы. И реально полиция своими действиями фактически нам наращивает число сторонников. То есть все поневоле, кто попал под произвол полиции, все здравомыслящие люди испытывают чувство возмущения и реально становятся сторонниками демократического выбора Казахстана. То есть власть сделала все, чтобы оттолкнуть от себя тех людей, которые были нейтральны, которые не интересовались политикой. Именно этот слой людей власть развернула на нашу сторону. Я сейчас коротко еще буду отвечать на вопросы, но хотел бы промежутки откомментировать. Здесь давайте все вместе подадим на шало Международный суд. Я такие вещи, ребята, уже комментировал. Наверное, это новые люди, которые пришли. Казахстан не является участником Европейского суда по правам человека. Вы не можете подать на Назарбаева, потому что у него есть иммунитет президента страны. Вы не можете подать Международные суды на наше правительство, кроме там арбитража, если вы проиграли по хозяйственным сделкам. Поэтому давайте будем реалистами. Мы можем только инициировать давление международных правозащитных организаций и международных таких организаций, как Европарламент. С которыми Казахстан подписал соглашение международное о защите прав человека и все прочее. Да, тогда Международный институт будет оказывать давление на Казахстан с требованием, чтобы эти договора были исполнены. Но в суд на Назарбаева вы не сможете подать. Я уже много раз об этом говорил. Видимо, эти люди новые. И обратите внимание, что 16-17 декабря во все социальные сети хлынули так называемые тролли на султана Назарбаева, которые пытались убедить, что все хорошо. То, что не говорили о том, что Назарбаев обокрал наш народ, что он 30 лет у власти, что 30 лет у власти наша страна все больше и больше откатывается назад. Все время пытались притушить народный гнев. Видели там различных провокаторов, которые выступали и говорили, что вы должны успокоиться, все у нас хорошо. А того человека, который за рубежом сидит, не слушайте, ДВК не слушайте. То есть вы понимаете, кого они боятся? Почему боятся? Потому что мы говорим правду. Почему боятся? Потому что мы народу предлагаем программы реформ, политических и экономических реформ. Наш народ уже устал слушать программы 20-30, 20-50, постоянная ложь. Тогда какие-то такие страны, как Китай, буквально за 20 лет из отсталых стран перешли в разряд сильных стран. И сейчас их экономика вторая в мире. Такие страны, как Арабские Эмираты, которые еще в 60-70-х годах ничего не имели, ездили по пустыне на своих верблюдах и не имели никакой экономики, тогда как Казахстан в то время достаточно развитой был страной, они обогнали нас, вошли в число ведущих стран мира по уровню жизни, по качеству жизни. Богатство нашей страны во много раз превосходит богатство Арабских Эмиратов или других стран, у которых есть песок, море и нефть под землей. И больше ничего. У нас есть все. У нас хорошие природные условия. У нас образовано население. У нас есть исторически неплохая промышленность. У нас гигантские природные запасы. У нас огромная территория. Мы девятые в мире по размеру суши. И вот эта богатейшая страна, граждане такой страны являются бедными. А вчерашние наши соседи и сегодняшние, как китайцы, или взять тех же самых арабов, далеко оторвались от нас. Китайцы вообще за 10 лет фактически сделали гигантский рывок. Этот рывок можем сделать и мы. Поэтому нас, демократический выбор Казахстана, стали поддерживать люди не только потому, что мы что-то обещаем, а потому, что мы показываем, кто является виновником этих проблем. Мы показываем соседние страны, которые смогли преодолеть эти трудности. И мы показываем, каким образом мы эти трудности преодолеем и кто это сделает. Мы сейчас, как политическая организация, демократический выбор Казахстана, вступили в политическую борьбу. Мы не просто критики, диссиденты. Мы не просто ругаем, а мы четко и ясно знаем, как построить новую демократическую страну с сильной экономикой. Именно поэтому власть нас боится. Именно поэтому получаем сейчас все больше и больше поддержку от нашего народа. Именно поэтому власть панически боится демократического выбора Казахстана. Именно поэтому вчера по всему Казахстану задерживали всех подряд. И именно поэтому в полиции были составлены анкеты, которым люди наши должны были написать, что якобы они не поддерживают ДВК, не знают, что такое ДВК. И вышли просто погулять, просто вышли на праздник. На этих акциях вы видели разных людей, представителей власти, бородачей и так далее, которые пытались столкнуть именно наш народ с демократическим выбором Казахстана. Столкнуть между собой и затушить вот это недовольство. Все, что они начали, вчера вы видели, они традиционно боролись с теми, кто организовывал информационные потоки. Это журналисты. Уральские задерживали журналистов. В Киеве, где у нас есть штаб, где есть наши активисты, блокировали интернет, создавали помехи, организовывали хакерские атаки на технику активистов. И еще в Киеве организовывали провокаторов. Оплаченные провокаторы именно Ахардой, Назарбаевым, вчера мешали провести акции протеста на Майдане в Киеве. И вы знаете, что вчера тоже во многих регионах страны отключали интернет. Например, в Алматы в день акции в Медеусском и Бостон-Дыгском районе на нескольких часов были полностью отключены интернет. Сигнал интернета глушили по всему Казахстана. Почему? Потому что опять панический страх единства народа, панический страх, что народ будет организовываться и организовываться демократическим выбором Казахстана. Вчерашние акции в поддержку именно нас, демократического выбора Казахстана, потому что в 11 часов по многим регионам страны пришли люди по нашему призыву. Именно в 11 часов мы почувствовали серьезную поддержку людей, готовых бороться за свои права, за свою новую страну, за независимость. Мы видим, что в обществе произошли глубинные сдвиги в сознании людей. Появилась серьезная масса людей, которые осознают необходимость политических реформ и готовы в этом участвовать. Наш народ уже говорит, нам не нужен президент, нам не нужна президентская страна, а нам нужна парламентская республика, где голос наших граждан будет услышан, когда их представителем будут депутаты, и они назначат правительство, и тогда народ будет услышан. А если народ не будет услышан, то правительство в один день будет отправлено в отставку. Вы знаете, что когда мы в марте начали проводить свою акцию и последующие месяцы, к нам все больше и больше добавлялось людей. Это вызывало воодушевление, но мы ясно себе отдаем отчет, что это была волна, которая была подхвачена теми людьми, которые устали от этой власти. И очень много людей еще не в полной мере осознавали, что все проблемы, которые сложились в нашем обществе, в первую очередь виновата эта власть во главе с султаном Назарбаевым. Сейчас, после того, как мы опубликовали свои программы, программы политических и социальных реформ, мы уже понимаем, что наши программы, они стали той самой движущей силой, которая может объединить наших людей, которые вчера фактически подтолкнули наш народ выйти на улицы и требовать справедливости. Сейчас очень много появилось сторонников, которые знают наши программы, знают, какие политические цели мы преследуем, знают, что демократический выбор Казахстана – это не просто какая-то мифическая организация, это та организация, которая борется за власть, она хочет взять власть в стране и организовать новые реформы, изменить политическую систему, провести новые экономические реформы. И наш народ прекрасно понимает, что мы в состоянии это сделать. Мы сделать это в состоянии, и мы сможем это сделать, при этом нужна поддержка всего народа. Ко мне приходит много сообщений, ну, например, мне говорят, давайте сделаем в одном городе массовый митинг, а давайте мы сделаем это скрытно, а давайте мы сделаем в двух-трех городах, что есть регионы, где это бесполезно. Вот такое, скажем, отношение, очень скептичное к той ситуации, которая сейчас развивается в нашей стране. Пользуясь ситуацией, я хотел бы повторить те аргументы, которые я уже ранее озвучивал. Обратить внимание, даже в качестве примера, в России проходят митинги одновременно в 80-100 городах, то есть это массовые акции, массовые акции протеста. Перемены хотят участвовать все, по всей России. Что это значит? Это значит, что перемен хочет не один или два города, а перемен хочет вся страна. И у нас в Казахстане должно быть так же. Мы не должны уподобляться банановым республикам, когда в власти приходит одна небольшая кучка во главе с сержантами и лейтенантами, используя вооруженную силу или полицию. Они приходят в власти, а через два месяца их новая кучка сбрасывает. И вот революции такие вот банановые происходят в таких странах. Когда общество стоит в стороне, наблюдая, когда одна кучка борется с другой кучкой. Мы хотим, чтобы перемены были неизбежны, во-первых. Во-вторых, чтобы не было обратного хода. Посмотрите, что произошло в России. Ельцин начал какие-то реформы делать, выбор из губернаторов, парламент начал работать. Потом все это покатилось назад. Он не довел эти реформы. Он создал олигархический капитализм, когда какая-то кучка сферы богатых людей управляла страной своих интересов. И это фактически кучка выдвинула Путина. И он откатил страну назад. Задушил все права и свободы граждан России. Развязал агрессивную политику отношений соседних стран. Фактически сейчас Россия изгой, находится в изоляции. И шаг за шагом экономическая ситуация там ухудшается. Усиливаются международные санкции против его окружения и против страны. Он страну ведет в пропасть. И в эту пропасть он тащит и Казахстан, потому что Казахстан является членом евразийского сообщества. И все санкции, которые отражаются на России, они также отражаются и на Казахстане. Мы хотим, чтобы наши политические и экономические идеи были поддержаны народом. Мы хотим, чтобы все эти реформы были поддержаны всем народом. Мы хотим, чтобы реформы были не только неизбежны, но и не было отката назад. Мы хотим последовательно развиваться вперед. Мы хотим, чтобы мы росли в год по 4-5 процентов, как Европа, Но росли постоянно, они падали назад. Мы хотим, чтобы у нас была построена нормальная политическая система со свободными гражданами, где говорилось правда, писалось правда, чтобы статистика тоже была правдивой, а не лживой. Когда они говорят, что у нас цены растут в год на 4-5%, вы прекрасно знаете, что в год растут цены минимум на 30-40%. Минимум. Вы знаете, что эта политическая власть врет. Там, где ложь, не может быть стабильного государства. Там не может быть справедливости. И это должно осознать все население страны. Именно поэтому мы проводим акции по всей стране, а не в Алма-Ате и в Астане. Тогда и жизнь будет в Алма-Ате и в Астане, как сейчас. А в других регионах страны жизни не будет. Люди будут пассивные, они будут барахтаться. А два основных города страны. Там будут все события происходить. Там люди будут самообеспеченные, богатые. Все остальные будут отрезаны от источников дохода. Останутся только возможности для того, чтобы просто как-то выживать, как сейчас и происходит. Поэтому наша задача проводить акции протеста по всей стране. Наша задача, чтобы все граждане страны знали политические программы и экономические демократические выборы Казахстана. Чтобы они нас поддерживали. И еще. Я озвучивал тогда еще весной свою позицию о том, что мы должны проводить действия по всей стране. Потому что, если взять пример Жан-Аззеня, когда на площади было всего лишь несколько сот человек, и это позволило Назарбаеву стянуть полицейские силы со всего Казахстана. Он собрал больше 10 тысяч полицейских, вооружил, натравил на собственный народ и расстрелял его. Если мы будем проводить акции по всей стране, когда десятки тысяч людей выйдут по всей стране, то полицейские силы будут парализованы каждый в своих населенных пунктах. И он не сможет перебросить полицейские силы, стянуть их в Астану и в Алма-Ату и подавить сопротивление. Именно поэтому мы должны организовывать акции протеста по всей стране. Мы должны проводить большую работу, чтобы наши ряды влили все граждане страны. Здесь мне задают вопрос по Китаю, что Китай средняя экономика. Да, это Китай средняя экономика. 200 миллионов населения у нее живет нищие, где-то не больше 100 долларов в месяц. Действительно, Китай мощной экономикой считается из-за ее размеров, потому что живет почти полтора миллиарда населения. Соответственно, экономика, я считаю, вторая в мире по размеру. Но по качеству Китай отстает от любой среднеевропейской страны. Любая европейская страна, которая входит в Европейский Союз, по качеству жизни и доходам населения значительно выше, чем в Китае. Когда я говорю о Китае, чтобы вы понимали, в начале 90-х годов ее экономика была на душу населения, доходы говорить, значительно ниже, чем в Казахстане. И поэтому для нас Китай не является примером, на который нужно ориентироваться. Для нас Китай пример в другом смысле, что отстала экономика. Нищая страна может за 10-20 лет сделать рывок и стать средней страной. Она сумела за последние буквально 7-8 лет даже обогнать Казахстан по количеству доходов, по размеру доходов на душу населения. Я вам просто привел в Китай в качестве примера, когда из числа бедных стран она сумела в короткие сроки войти в число средних стран. И действительно ее размер экономики второй в мире, но по качеству она отстает от любой европейской страны. Уважаемые друзья, вы должны понимать, что мы должны стать сильными. Мы можем стать сильными только за счет притока новых сил, и чтобы нас было действительно десятки тысяч. И пример Армении. Более года назад я рассказывал о том, что мы именно, объединив наш народ мирными акциями протеста, сумеем дейтингом. Мы объявили для того, чтобы именно 16 декабря, день государственного праздника, мы могли безопасно проявить себя, появиться на площадях страны, узнать друг друга, почувствовать свою силу. И тогда, когда мы это осознаем, мы будем в состоянии на следующей акции вовлекать все больше и больше людей. И в итоге, в результате таких тренировок мы будем в состоянии выводить десятки тысяч людей. Без тренировок ничего не получится. Вы прекрасно знаете, как себя вели полицейские. Не было какой-то жесткой агрессии. Полицейские отводили в сторону наших людей, приносили свои извинения, говорили, ребята, вот сейчас мы вас задержим, потом отпустим. Вы же видите, что реально полицейские уже готовы перейти на нашу сторону. Нам нужно сделать основное. Нам нужно добиться, чтобы наших сторонников десятки тысяч выходило на улицы, и тогда полиция действительно будет на нашей стороне. Вы многие это уже ощутили. Мне говорят, что вот, у казахов не тот менталитет, у казахов, как у лошадей, хвост растет, казахи слабые, казахи тусливые, разве что не говорят, что у них рога растут, у казахов. Это смешные утверждения. Мы такие же люди, как армяне, грузины и любые другие. Но они тоже прошли очень сложный путь. Они тоже боялись, их тоже сажали в тюрьмы, их тоже расстреливали. В Армении очень много людей погибло и были расстрелы. Все это было в этих странах. Если кто-то думает, что только у нас Назарбаев расстреливал, они просто не знают историю. Все это было. И все это происходило только тогда, когда мало людей выходило на акции протеста. И наша задача именно поэтому вывести десятки тысяч людей, и тогда Назарбаев не сможет применить оружие. И тогда именно как в Армении мы сможем добиться смены власти мирным путем. Нам нужно сделать главное. Объединиться вокруг политической организации демократических выборов Казахстана, провести полномасштабную агитацию по всей стране, добиться, чтобы нас поддерживали десятки тысяч. Полицейских и армии у Назарбаева не более 150 тысяч человек. Нам нужно получить десятикратный перевес. Когда мы получим в свою поддержку миллион голосов, миллион человек, те, которые нас поддержать, полиция автоматически перейдет на нашу сторону. Это уже мировой опыт. Мировой опыт, который вы можете найти и прочитать в интернете. Это не я что-то не выдумываю. Это просто исторический факт. И наша задача усилить нашу работу среди населения. Усилить так, чтобы действительно мы получили все больше и больше сторонников. В начале года будут озвучены еще ряд политических и экономических программ. Они будут затрагивать интересы миллионов человек. И мы, я уверен, привлечем на свою сторону еще десятки тысяч сторонников. Мы будем тренироваться, мы будем проводить новые акции. И шаг за шагом мы добьемся того, что вокруг движения демократические выборы Казахстана будут собраны десятки тысяч сторонников. Без политической организации, без четкой политической и экономической платформы невозможен приход власти новых сил. Невозможно отстранить от власти действующий режим. Я вчера слышал, когда некоторые люди призывали, давайте выходить, нам ДВК не нужно. А куда выходить? С какими целями? С какими задачами? Кто организует процесс управления страной? Кто организует приход в власти депутатов именно выборных народов? У кого есть политические и экономические программы, которые поддерживают народ, поэтому вы должны понимать, во всем мире к власти приходят политические организации, политические организации, у которых есть политическая платформа, есть люди, на которых можно ориентироваться, есть люди, на которых можно ориентироваться и верить, что они справятся с управлением в стране. Просто так абстрактно, что давайте выйдем, некие мифические люди, это просто так не работает. Должны быть четкие цели, четкие задачи, это все должно быть написано, должно быть распространено среди сторонников, оно должно поддерживаться, и только так произойдет смена власти, и только так можно наладить управление страной и построить реально демократическую страну. Сейчас страх режима нарастает, вы знаете, сейчас появляются разные тролли, или какие-то, допустим, наши активисты подверглись давлению, они испугались. Вот мне сейчас задают вопрос по каналу на YouTube, там, Казак, с которым якобы мы хотели сотрудничать. Сам я лично и штаб ДВК, наша группа сторонников готовы сотрудничать со всеми, кто является противником режима и готов сделать свой вклад, чтобы этот режим ушел. Я готов со всеми сотрудничать. Другой вопрос, что не все это выдерживают. Они начинают пугаться, бояться. Тот же самый Сабаржан из канала YouTube, он просто испугался. Он был сначала настроен действительно проводить нормальную информационную политику, критикующий режим. Но стоило только одно сообщение ему написать комитетчикам, чуть-чуть надавить, человек сломался. Это борьба тяжелая. Здесь требуется характер, сила, воля. Не все выдерживают. И тех людей, которые каким-то образом власть запугала, вы видите на просторах интернета. Они ругают Аблязова, ругают демократические выборы Казахстана. Говорят, все, давайте жить мирно. Мы не поддерживаем. И таких провокаторов много. Кто-то не провокатор. Это какая-то часть просто испугалась, не выдержала давления. Какая-то часть это тролли, работник комитета национальной безопасности. Но вы знаете, скоро будет уже как в феврале, как год, в будущем году, как мы начали именно так активно работать. Только мы, как политические организации, стремительно развиваемся. Только мы развиваемся, двигаем свои программы. И только нас боится эта власть. Все остальные одиночки, которые выскакивали, озвучивали свою позицию, критиковали режим, они не смогли организовать сопротивление. Они испугались или у них нет серьезной поддержки в народе. Поэтому нам нужно быть последовательными, организованными, продолжать свою работу, не переживать, что в чате какое-то количество людей уменьшилось. В этом нет ничего страшного. Мы создали структуру. Мы создали место, где люди могут общаться. Мы создали место, где мы озвучиваем наши политические программы. И все те, кто каким-то образом из чата ушел, я уверен, что они сидят и слушают, слушают наши выступления, знают, что мы собираемся, какие акции проводить. И какая-то часть участвует в наших акциях. Все, ребята, нормально. Вот это наши идеи. Они методично продвигаются по всей стране. Мы это видим по количеству просмотров на YouTube, в Instagram. Мы видим комментарии. И число наших сторонников нарастает. Вы вернитесь назад. Откройте в Facebook и другие социальные сети. С апреля прошлого года, май, июнь и так далее, я постоянно озвучиваю программы демократического выбора Казахстана. И все время говорю о мирном переходе власти, о мирной смене режима. Рассказываю технологии, каким образом мы будем все это осуществлять. И наши программы фактически реализовались в Армении. Увидеть там, как произошла смена власти. Именно по той модели, которую я постоянно озвучиваю. Поэтому это только подтверждает, что наши программы, наши цели и задачи, они жизнеспособные и реальные. И все те, кто все время призывает к вооруженному восстанию, что только силы и так далее, это заблуждающие люди или провокаторы. Мы добьемся смены власти мирным путем. И никто нас не сможет обвинить, что демократический выбор Казахстана – экстремистская организация. Мы добьемся, а именно используя нашу текущую конституцию, законы, международные конвенции, которые подписал Казахстан лицем Назарбаева, мы будем двигаться только в соответствии с нашим законодательством. И мы добьемся успеха. Пример Армении это подтверждает. Когда кто-то говорит, что из-за Облязова блокируют интернет. Мы из-за Облязова почему должны выходить? Я говорю постоянно, изменения в стране нужны ни одному Облязову. Более того, они нужны, эти изменения, больше всего вам, не мне. Я живу достаточно благополучной жизнью. Я много потерял, да, я потерял свой бизнес. Мои родственники были вынуждены покинуть страну. Да, я около пяти лет просидел в тюрьмах. Да, я хочу изменить страну. Но эти изменения в первую очередь нужны самим гражданам. Поэтому вы боретесь с этим режимом. И вы ходите не ради меня, не из-за меня. Вы выходите потому, что вы хотите изменить страну. Потому что вы хотите изменить свою жизнь. Потому что вы боретесь за будущее своих детей, а не за Облязова. И интернет в стране отключает Назарбаев. Именно коррумпированный, мафиозный человек, который захватил власть в нашей стране, Который боится, что с него спросят за все его преступления. И он не хочет и боится слушать правду. Он боится, что все это, в конце концов, поведет к тому, что народ заставит его отвечать за все свои преступления. Именно поэтому он отключает интернет. Потому что он боится. Он управляет страной. Он украл десятки и сотни миллиардов долларов. И понимает, что с него спрос будет. Именно поэтому он отключает интернет. Именно поэтому полиция ходит по домам и преследует наших сторонников. Преследует всех граждан страны, не давая поднимать голову. Не давая поднять свой голос. Защиту своих прав. Поэтому, друзья, я считаю, что вчерашняя акция у нас прошла успешно. Она прошла очень хорошо. Новые люди появились в наших рядах. Именно наши граждане поняли, что 16 декабря это не день независимости, а день скорби и памяти. Это день независимости, может быть, самого Назарбаева от народа. Но никак независимость самого народа. Именно вчера очень много людей подняли свой голос против этого режима. Я уверен, что мы сумеем собрать десятки, сотни тысяч людей и добиться смены режима. Поэтому будем проводить все новые и новые акции до тех пор, пока мы не добьемся и не убедимся, что нас поддерживают реально миллионы и сотни тысяч из них готовы выйти на улицы страны. Мне задают вопрос, если мыслить реалистично, когда, думаете, будет смена власти? Я не Ванга, я не хочу гадать. Это бесполезное занятие. Смена власти будет тогда, когда мы получим массовую поддержку от нашего народа. Смена власти будет только тогда, когда сотни тысяч людей выйдут на улицы. Смена власти будет тогда, когда народ скажет, хватит Назарбаеву. А так гадать, это весной, в мае или в следующем году, это просто бесполезное занятие. Более важное занятие в том, чтобы вы создали ячейку и привлекли своих сторонников для реализации наших программ. Нарастили число наших сторонников. Но какой смысл гадать, что будет или когда будет и так далее? Здесь многие из вас пишут, что я никак не могу собрать пять сторонников. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы недостаточно хорошо агитируете. Это говорит о том, что вы недостаточно знаете хорошо программы демократического выбора Казахстана. Это еще говорит о том, что наши люди и какая-то часть еще не сагитированы вами. И только тогда, когда мы это сделаем, когда мы сами будем знать хорошо программы ДВК и напишем новые, когда мы получим поддержку, тогда власть упадет в один день, как вчера развалился Советский Союз. Народ оглянулся, вчера был Советский Союз, утром проснулся, нет его. Так же будет и с диктатурой на султана Назарбаева. Поэтому, уважаемые друзья, давайте действовать, давайте наращивать число наших сторонников. Не бояться временных каких-то неудач, потому что режим уже знает, что им наступил конец. Вопрос только времени и наших усилий, чтобы мы добились объединения нашего народа. И именно тогда режим падет. На сегодня я завершаю свой эфир. Слава Богу, Назар. До встречи в следующем эфире. Слава Богу, Назар.